Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Тема урока – рост и развитие семян. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с процессами дыхания, схожести, посева и глубины заделки семян. Узнаем об условиях прорастания семян, изучим процесс образования приростков и особенности их питания. Тема у нас с вами есть. Давайте вспомним, что мы по этой теме знаем. Прорастание – это переход от состояния покоя к вегетативному росту зародыша и образующегося из него проростка. Семя – что мы знаем о семени? Семя – это орган размножения семенных растений. Что общего у семян однодольных и двудольных растений? Как вы думаете? Наличие семенной кожуры, питательных веществ и зародыша. Как вы думаете, какие условия необходимы для прорастания семян? Вода, температура, наличие солнечного света и кислорода, почва, питательные вещества, тепло и влажность. Самыми значимыми условиями произрастания являются тепло и влажность. Предположим, что после помещения в воду все семена набухли, но проросли не все, некоторые загнили. Как вы думаете, почему? Для разных семян нужно разное количество воды. Семенам нужна не только вода, но и кислород. Поэтому, если семена полностью погружены в воду, они завернуты во влажную марлю, скорее всего, семена задохнутся. Подумайте, как одновременно обеспечить семена и кислородом, и водой? Допустим, что некоторые семена совсем не набухли. Как можно это объяснить? Семена могут быть старые, некачественные. Если семена покрыты очень плотной кожурой, то зародыши внутри них не получили достаточного количества влаги. Они все еще спят. Как можно разбудить такие семена? Нужно процарапать кожуру острым предметом. Такой прием называется скарификация. Как же поступить в ситуации, если нужно прорастить не несколько семян, а тысячи? Для того, чтобы семена набухли, их нужно залить кипятком. Соотношение семян и воды один к трем. Допустим, вы замочили семена, поставили их в теплое место, а они не проросли. Почему? Значит, это семена растений, созревающих летом или осенью. Они еще спят и должны как-то ощутить, что была зима, но искусственным способом. Как же разбудить такие семена? Замочить их в воде, дать им набухнуть, а затем подержать при пониженной температуре. Данный прием называется стратификация. Прорасти и дать начало новому растению способны только семена с живым зародышем. Зародыш может погибнуть от поражения вредными насекомыми или плесневыми грибами, от пересыхания во время хранения и от других причин. Иногда зародыши погибают и от слишком длительного хранения семян. Семена с погибшими зародышами теряют всхожесть, то есть не могут прорастать. Прорастанию семян предшествует их набухание. Набухание семян вызывает вода, которая проникает внутрь семени. Набухают как всхожие, так и невсхожие семена. Набухшие невсхожие семена загнивают, а всхожие прорастают. Например, при прорастании семян фасоли разрывается кожура и появляется молодой корень, развивающийся из зародышевого корешка. Он быстро растет и укрепляется в почве. Затем начинает расти зародышевый стебелек, который поднимает над поверхностью почвы семидоли и почечку. Из нее развивается надземный стебель фасоли с листьями. У гороха и некоторых других растений семидоли остаются в почве. Надземный побег развивается из почечки. Давайте посмотрим, как происходит этот процесс у гороха. Давайте рассмотрим созревшие плоды гороха. Бобы. В каждом семена горошины. А из каждой горошины можно вырастить новое растение. Ведь внутри горошины есть корешок, почечка и листочки будущего растения гороха. Но как увидеть их? Для этого семена надо замочить. Когда горошины набухнут, их можно разделить на половинки. Посмотрите, вот корешок, стебелек и еле заметные листочки. Во влажную, хорошо разрыхленную почву посадим горошин. Специальная киносъемка поможет нам увидеть, как развивается растение из семени гороха. Сначала начинает расти корешок. Затем над горошиной появляется стебелек. На конце его маленькие листочки. Стебелек тянется вверх. Пробивается к свету, к солнцу. Становится все выше. Постепенно разрастается корень. Стебель становится выше. Листьев на нем все больше. И вот поле сплошь покрылось зелеными растениями гороха. А вскоре на растениях появляются бутоны. Затем цветки. Обычно цветков бывает много на каждом растении. Но распускаются они не все сразу, а постепенно. Через несколько дней цветки начинают увядать. На их месте развиваются плоды. Сначала плод маленький, с едва заметными семенами. Пройдет неделя-другая, и плоды вырастут. Пройдет неделя-другая, и плоды вырастут, а еще через некоторое время созреют. В каждом из плодов по несколько горошин. А плодов на растении много. Посмотрите, вот сколько семян принесла одна горошина. Семена могут долгое время лежать в бумажных пакетах, в мешках из ткани, в зернохранилищах, не прорастая. А семена, попавшие в землю или помещенные в тарелку с влажной тряпочкой, быстро набухают и прорастают. Какие же условия необходимы, чтобы зародыш стал развиваться? Ответить на этот вопрос помогут опыты. В два небольших стакана или небольшие стеклянные банки помещают одинаковое количество крупных схожих семян растений. В первом стакане семена оставляют сухими, во втором наливают воды. Оба стакана закрываю и ставим в теплое место. Через трое-четверо суток в стакане, где была вода, семена прорастут. В стакане без воды семена не изменятся. Вода необходима для прорастания семян, так как зародыш может потреблять только растворенные питательные вещества. Для прорастания семян разных растений требуется различное количество воды. Например, семена гороха поглощают воды в полтора раза больше своей массы, поэтому семена гороха перед посевом намачивают. Зерновкам кукурузы воды требуется в два раза меньше их массы. Для проведения следующего опыта в два стакана поместим немного зерновок ржей пшеницы. Первый стакан до краев наполним водой. Во втором стакане зерновки лишь смочим. Стаканы прикроем стеклом и поставим в теплое место. Через трое-четверо суток семена прорастут. В стакане, наполненном водой, семена набухнут, но не прорастут, а погибнут. Здесь вода вытеснила воздух, необходимый семенам для дыхания. Семенам разных растений необходимо различное количество воздуха. Семена риса и тимофеевки прорастут даже под водой при очень малом количестве воздуха, растворенного в ней. Семена большинства цветковых растений нуждаются в обилии воздуха и под водой не прорастают. Теперь возьмем два стакана с семенами тех растений, которые использовали в первом опыте. На дно каждого стакана нальем немного воды, чтобы семена могли прорасти. Стаканы накроем стеклами. Один стакан поместим в теплое место, другой на холод. Когда семена, помещенные в тепло, прорастут, мы увидим, что на холоде семена не проросли. Прорастающим семенам нужно также тепло. Вы уже знаете, что для прорастания семян нужен воздух. Дышат ли семена? Нужен ли для дыхания кислород? Какой газ выделяется при дыхании семян? Чтобы ответить на эти вопросы, предлагаю вашему вниманию небольшой видеосюжет. Поставим опыт, чтобы доказать, что семена дышат. Возьмем две банки из прозрачного стекла. В одну из них положим 30 непроросших семян гороха. А в другую такое же число проросших семян гороха. Обе бутылки плотно закроем пробками и поставим в темное теплое место. На следующий день проверим, изменился ли состав воздуха в бутылках с семенами. Опустим в бутылку с сухими семенами тонкую зажженную свечку. Свечка продолжает гореть. Это значит, что воздух в бутылке остался неизменным. Затем откроем бутылку с проросшими семенами и опустим свечу до самого дна. Свеча погаснет, потому что прорастающие семена израсходовали для дыхания кислород из воздуха, который был в бутылке, и выделили большое количество углекислого газа. Непрорастающие семена тоже дышат, но гораздо слабее, чем прорастающие, поэтому запас кислорода в первой бутылке сохранился почти полностью. Следует помнить, что хранить семена надо в такой упаковке, чтобы к ним был постоянно доступ воздуха для дыхания. Семена дышат и днем, и ночью. Во время дыхания выделяется тепло. Если в банку с прорастающими семенами, хорошо закрытую со всех сторон ватой и войлоком, опустить термометр, легко заметить повышение температуры. Тепло, выделяющееся при дыхании семян, нагревает их. Особенно много тепла выделяется при дыхании прорастающих семян. Сырые проросшие семена дышат энергичнее сухих непроросших. Сложенные толстым слоем сырые семена прорастают и быстро разогреваются. Разогреваются. Зародыши таких семян погибают. Чтобы этого не происходило, семена убирают на хранение только сухими и хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Доступ воздуха к семенам должен быть постоянным. Это необходимо и для сухих семян. Такие условия для хранения создаются в современных зернохранилищах-элеваторах. Почему для посева берут полновесные крупные семена? Попробуйте отрезать семидоли у проростка фасоли или гороха. Вы убедитесь, что без семидолей проросток не растет. Ведь в семидолях содержатся питательные вещества, без которых проросток не сможет жить. Если отрезать одну семидолю у проростка, останется лишь половина всех запасенных питательных веществ. И от недостатка питания он будет хилым и слабым. Если удалить эндосперм из семени однодольного или двудольного растения, проросток также погибнет. В начале развития зародыш питается запасами веществ, отложенных в клетках эндосперма или самого зародыша. Зерновка, выкопанного из почвы трех-четырехнедельного проростка, похожа на маленький пустой мешочек, так как все питательные вещества из эндосперма уже израсходованы. Поэтому для посева надо брать крупные семена. Ранней весной в почве накапливается много дождевой и талой воды, но почва еще не успела прогреться. Ранней весной высевают семена только холодостойких растений. Пшеница, овес, ячмень, горох. Семена этих растений прорастают при низкой температуре и обилии влаги. Семена растений, более требовательных к теплу, приходится высевать, когда почва достаточно прогреется. Однако с посевом семян теплолюбивых растений, кукуруза, фасоль, огурцы, тыква, дыня, томат, запаздывать тоже нельзя. Высевать семена надо на определенную глубину. Глубина заделки семян зависит от их размера, свойств почвы. Чем крупнее семена, тем глубже их сеют. В крупных семенах достаточно питательных веществ, и ростки не погибают, пробираясь с большой глубины в течение долгого времени. Практикой установлено, что мелкие семена репы, лука надо сеять на глубину 1-2 см. Семена средних размеров, например, семена редиса, огурцов, на глубину 2-4 см. Крупные семена фасоли, гороха, бобов требуют глубину 4-5 см. Если крупные семена посеять менее глубоко, им не хватит влаги. На глубину заделки семян влияют и свойства почвы. В песчаные почвы семена сеют несколько глубже, чем в глинистые. В верхних слоях песчаной почвы очень мало влаги, поэтому семена, посаженные в такую почву, будут страдать от недостатка влаги. Воздух в песчаной почве проникает на большую глубину, и влага сохраняется в более глубоких слоях. Глинистая почва более плотная и тяжелая. Уже совсем близко к поверхности в ней мало воздуха, а влаги достаточно и в верхних слоях. Поэтому в глинистую почву не рекомендуется сеять семена слишком глубоко. Строгое соблюдение сроков и правил проведения пассивных работ имеет большое значение для повышения урожайности возделываемых растений. Итак, каким выводом можем прийти на сегодняшнем уроке? Прорасти и дать начало новому растению способны только семена с живым зародышем. Для прорастания семян необходимы вода, воздух, тепло. Прорастающие семена поглощают кислород и выделяют углекислый газ, то есть дышат. Семена дышат днем и ночью. В семя долях содержатся питательные вещества, которые проросток расходуют во время роста. Глубина заделки семян зависит от их размера и свойств почвы. Ребята, спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова